Здарова, братцы! Меня зовут Иван Емщиков. Это подкаст «Проветримся». И у нас сегодня в конце сезона, перед уходом, так сказать, на летние каникулы, десерт, так сказать, самый вообще желанный гость, с которым всегда приятно поговорить про технологии, директор по стратегическому маркетингу Яндекса и автор канала TechSparks и автор и ведущий подкаста «Трёпси Бранта», на который надо обязательно подписаться и послушать все, что там есть с первого выпуска, Андрей Сибрант. Андрей, привет! Ой, спасибо тебе большое. Да, привет. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, наверное, быть на закуску у сезона, который ты не весь слышал, тяжело, но я попробую. Ну, я просто думал, что хочется летний, как-то последний выпуск перед летом сделать таким обзорным, с одной стороны, с другой стороны, чтобы люди зарядились, и им хватило какого-то количества идей, мыслей, соображений надолго, и ты хороший собеседник для такого рода беседы. А ты надолго и каникулы выходишь или у тебя как? Ну, на пару месяцев. Я ухожу август-сентябрь на пару месяцев, потому что я буду в сентябре очень много лекций читать в Лиссабоне, и сложно что-то записывать. И в августе тоже в этом году я буду много лекций читать, и поэтому вот июль, так сказать, закончится, и закончим мы этот сезон. Да, смотри, я хотел поговорить про разное вокруг технологий, про то, что случилось за последние полгода в технологическом мире, потому что ты за этим всем очень много внимательно следишь, и у тебя всегда какой-то очень… Ну, ты позволяешь, короче, как-то сформулировать вообще не то, что произошло сейчас, а то, что из этого следует и откуда ноги растут. Вот это, мне кажется, важно, и в этом ключе хочется поговорить. Ну, мне кажется, что на самом деле тут ты интересен будешь скорее не как человек, задающий вопросы, а как человек, высказывающий свою точку зрения в процессе, потому что мне кажется, что как раз последние полгода, ну, даже чуть больше, чем полгода, ну, как-то совершенно зациклены все технологические новости на одной единственной теме, и ты даже знаешь, какой. Подожди, вот я к ней как раз не хочу с нее… Хочу начать я со шлема Apple. Я хочу начать со шлема Apple. Ну, давай. Что ты думаешь про это дело? Поменяется ли что-то в VR-пространстве, как тебе кажется, на горизонте в несколько лет, благодаря этому запуску или нет? Вот как раз смешно. У меня последний выпуск моего подкаста вышел ровно на эту тему. Я там разговаривал с двумя прекраснейшими совершенно девушками, которые… Одна из них фанатка всего метаверсного, и у нее даже есть свой собственный телеграм-канал «Метаверсышное». Прекрасное русское слово. И Оля Кай, которая придумала это слово, теперь мучается, она хочет выйти на международную арену, но перевести слово «метаверсышное» и диаматически точно на английский язык пока ни у кого не вышло. А вторая девушка, Маша Лапухина, много лет работает продюсером разных проектов, в том числе в Питере она очень известна была, в Modum Lab работала. И вот они обе как раз при всей своей любви к метаверсу говорили, что это в общем не столько про метаверс в классическом понимании. И я с ними абсолютно солидарен. Мне гораздо больше нравятся вот те слова, которые использовали и сами представители компании Apple во время презентации девайса. И сейчас начинают использовать некоторые комментаторы, которые говорят скорее про… У них же было «spatial computing». Ты же помнишь, да? Да, они очень как-то… Такое ощущение, что они не хотели ассоциироваться с тем, что вот мы последними пришли на поляну, которую до нас все поделили. Мы хотим, поскольку мы Apple, придумать какое-то новое слово, новый тренд, новый рынок, что ли. Или пойти на другую поляну, понимаешь? Или пойти на другую поляну, которая не столь засижена и на которую почему-то не обращали внимания, или на которые просто не были готовы технологии. Вот в последних нескольких статьях я заметил удивительный, интересный термин – безэкранный компьютинг. Вот реально скринлесс компьютинг. И вот этот безэкранный компьютер меня сильно задел, потому что там был кейс, который какой-то израильский, по-моему, журналист или какой-то специалист рассматривал. Он говорит, слушайте, вот я всю жизнь чувствую себя немножко обделенно, потому что вот есть всякие там цифровые кочевники, есть люди, которые просто могут пойти, вот им захотелось поработать в кафе. Он взял свой ноутбук, пошел в кафе и поработал. Я не могу. Мне нужен вообще многоэкранный режим, у меня нормальный режим работы, парочка толстых мониторов, я их с собой в кафе потащить не могу. Заниматься с ними как-то кочевьем тоже довольно неудобно. И, кажется, мне сейчас дадут прибор, с которым я действительно... А сюда попадают, в общем, некоторые программисты, которые любят работать за вот такими мониторами, у нас на работе таких хватает. Сюда попадают некоторое количество дизайнеров, которым тоже нужен огромный монитор, там меньше 27 дюймов, они монитором не считают. Вот для этих людей появляется... Наверное, режиссер монтажа, там цифровой продакшн, там, да, 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 да. Это не супермассовые профессии, но если мы вспомним, что там речь шла сначала о миллионе, сейчас они уже там все это уменьшают, уже говорят, полмиллиона будет стартовый тираж, там в следующем году, может, даже 300 тысяч, чего-чего, а вот на таких масштабах аудитория у них есть, если говорить про те специальности, которые мы сейчас так слету назвали. И плюс к этому, как ты понимаешь, люди этих специальностей, ну, они, конечно, немножечко поморщатся от цены этого устройства, но она для них не заоблачна. Ага, и они таким образом как бы пытаются сделать вот эту нишу screenless computing и попытаться понять, есть ли там вообще рынок, потому что, ну, действительно, привязка к экрану это тяжело. Есть такое ощущение, вот когда, например, я вот уже после того, как девчонки об этом поговорили, и я почитал эти статьи, так, на перемотке пересмотрел презентацию Apple, в общем, ведь там действительно, в отличие от всяких презентаций Metaverse, что нет никаких игр вообще близко. Ну, как-то Apple вообще, ну, блин, ты же знаешь, как Apple относится к играм вообще в нормальные игры, на Apple-овых компьютерах играть невозможно, они как бы не идут. Это мягко выражаясь. Слушай, они в какой-то момент на Apple TV заявили, что у них будут игры, но, по-моему, ничего не случилось. Ну, там какие-то дешевые кожуалочки, нет, там чего-то есть, я попробовал в какую-то играть, но, в общем, не допонял. И более того, там как раз процессы были и не свещание, и не какая-то вот такая менеджерская работа, на которую тоже напирал, например, там, Zuckerberg, когда демонстрировал Meta, свою, Oculus Oculus, какой там, третий, или Oculus Pro, я уж не помню, но он очень много говорил, там, вот эти несчастные, как инвалиды войны, обрубки аватары, ну, блин, кошмар полный. Вот. Слушай, ну, мне кажется, что, глядя на Цикерберга, это выглядело очень органично. Ты знаешь, может быть, это у меня, наверное, возрастной, есть такая проблема. Я, понимаешь, в Москве был в сознательном детстве, когда еще на улицах было очень много этих самых инвалидов, а ты не представляешь, как выглядели люди в те времена, в том смысле, что никаких вот современных, высокотехнологичных или даже просто больших инвалидных кресел не было. Вот эти люди, которые потеряли на Великой Отечественной войне ноги, они были просто вот на досочках таких, на доске с колесами, с подшипниками, даже не колеса, просто вот обычные подшипники, подшипники, это клевые. Я видел таких людей, это просто в Москве они пропали, а в России, в регионах они, к сожалению, до сих пор есть. Ну, конечно, ну, понимаешь, поскольку у меня это довольно сильное воспоминание детства, их было много. Вот я когда впервые увидел те самые безногие аватары, у меня автоматом это вспомнилось. И это не лучшее, наверное, я понимаю, что это очень страновая история, очень возрастная история, но тем не менее, у меня вот... Ну да, наверное, в какой-нибудь долине, где он все это пилил и анонсировал, там, наверное, нет таких ассоциаций. Да, конечно, для меня вот эти обрубки... Все равно выглядело, конечно, кринжово. Кринжово, а для меня эти обрубки просто однозначно идентифицировались с инвалидами. Нет, я понимаю, что, конечно, вот инвалиды тоже имеют право присутствовать вместо вселенной, но, в общем-то, как-то это все не то и не так. Да, и потом, у меня у самого около с двойкой есть, и я пробовал в ней что-то делать. Слушай, человек, который привык к любому современному нормальному монитору, я даже не говорю, там, какая-то суперретина, еще что-нибудь, он просто не может в этом работать. Ну, вот совсем. Мы в этом смысле... Ты когда последний раз видел пиксель на мониторе? Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, в принципе, не так избирателен к визуальному контенту, как зрители моего канала заметили регулярно. Да все равно. В чем меня регулярно упрекают, но, тем не менее, я понимаю, Вань, ну, это же надо идти специально в музей какой-то ретро-компьютерной техники, чтобы найти монитор, в котором хорошо видны отдельные пиксели. Это правда. Это правда. В общем, тебе кажется, что это попытка не воскресить VR и вот этот самый Metaverse или как-то его захватить, а это какая-то попытка найти вот этот новый рынок, что-то другое. Что-то другое. А хорошо, а в Metaverse что тогда будет происходить? Если Apple на эту поляну не идет, там тебе, кажется, есть что-то интересное на горизонте, что мы пропустили, кроме, собственно, Facebook с запуском, который, кажется, не случился. Не знаю. Там, понимаешь, все-таки вот эта история глубокой иммерсивности, она такая странная. Там же еще, ведь у этого девайса есть действительно очень по-эпловски изящное решение управления прозрачностью, управления иммерсивностью в тот момент, когда у тебя вот это вот колесико, к которому я привык, а вот у меня на Apple Watch, вот это же колесико, появляющееся на гарнитуре, и крутя его, ты либо выключаешь вообще визуальный канал во внешний мир, либо допускаешь вид того, что вокруг тебя в физическом мире. это не то, что вот пастру камеры. Это другая история. Это, конечно, офигенно, совершенно дает ощущение. А разве оно сделано именно как прозрачность, оно не сделано как... Я не знаю, причем я даже не знаю, как оно сделано, но вот так, как оно сделано на Oculus, ну, даже на цветном, на черно-белом это вообще кошмар, потому что, может быть, это и специально было, чтобы у тебя яркой, насыщенной, цветной была только виртуальная часть мира, а физическая была черно-белой в чудовищном качестве. Не знаю. Да, это прям пугает, это правда. В тройке впрос этим лучше, но тоже эта картинка, прямо скажем. Ну, мне казалось, что да, мне казалось всегда, что это не баг, а фича, потому что, дескать, вот как это, посмотри, как прекрасен мир без наркотиков. Вот это такое. Да, 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 вот примерно так. Понятно. Мне кажется, что это очень интересный заход, как раз попытаться отойти от вот этой идеи иммерсивности, вокруг которой бегают и Цукерберг, и все поддерживающие его люди там, неважно, из Роблокса, из Геймдива в целом, что вот это вот такая суперпогружающая штука. Ну, понимаешь, в чем-то находиться в состоянии такого глубокого погружения длительное время, это все-таки совсем нишевая история. Хорошо, а вот то, что они сделали жестовый интерфейс, и это такой какой-то, как мне представляется, на вот, если все интерфейсы разложить по тому, насколько вот, ну, не знаю, за ноль взять нейроинтерфейс, когда прям мыслями компьютером управляешь, и дальше, значит, по этой шкале откладывать, да, и вот там тачскрин, он кажется, дальше, кнопки, наверное, еще дальше, какие-нибудь еще менее интуитивные интерфейсы, еще дальше, вот этот шаг в сторону, по сути, прочтения мыслей, это, что ты продумаешь? У них там везде сделано удивительно деликатно, с учетом того, насколько люди разные, вот, мне, например, поразила их история с клавиатурами, потому что, с одной стороны, и они это демонстрировали, я читал отчет человека, который там, вот, после презентации живьем в этих очках чего-то делал, ну, он говорит, ну, неудобно, но, в принципе, да, если вот мне надо, совсем ничего нет, кроме очков, я могу вызвать виртуальную клавиатуру на стол и по ней печатать, но, если ты посмотришь, что было в ходе самой презентации, там была прекрасная фраза, ну, вот, я привык к тактильному отклику своей блютуфной клавиатуре, вот она сейчас передо мной, я на ней печатаю, то есть, понимаешь, а это тоже история, я вот кучу людей знаю, я не такой фанат механических клавиатур, но вокруг меня, особенно среди программистов, есть огромное количество людей, для которых вот этот вот ход клавиш, Да, это можно обсуждать, мне кажется, 20 часов с человеком, просто должна щелкать, не должна щелкать, да, да, ну, щелкать, ты еще как-то можешь воспроизвести, а вот ход клавиши воспроизвести на виртуальную клавиатуре, ну, как-то вот, тактильный отклик, да, можно, мы это знаем, на экранах едет там, смартфон тактильный отклик, когда мы кладкаем, но вот ход клавиши ты не воспроизведешь, а для многих это ценно, вот, опять же, Вот это внимание к деталям, что есть вещи, которые пока мы в чисто виртуальном мире даже на клавиатуре не можем воспроизвести, вот ход клавиши. Отлично, мы даем тебе возможность подключить свою любимую механическую клаву, а не пытаемся загнать, что все должно быть виртуально. Я скорее в том смысле, что вот это движение в сторону большей какой-то интеграции компьютер-человек, попытка жесты считать, по движению сетчатки понять, куда ты смотришь, я скорее про это направление. Как тебе кажется, там будет что-то интересное происходить в ближайшее время дальше или мы сейчас вот перлись, ну грубо говоря, Apple там, как я понимаю, лет 5 пыталась сделать, и сейчас будет какая-то ступенька или будет какой-то следующий шаг? Слушай, вот у Apple, если ты внимательно посмотришь на всякие их смартфонные развлечения, поскольку там впереди у нас какой-то там 15-й что ли, осенью нам представят, мы в общем видим, что они не то чтобы вот какими-то большими ступеньками развивались, строго говоря, идеи первого смартфона, они так вот как принято говорить, инкрементально улучшались на протяжении всех этих там полутора десятков моделей. Я думаю, что здесь будет то же самое, что вот у тебя, конечно, будут увеличиваться какие-то возможности, ну просто потому что технологии будут расти. Ты сравнишь, чем набит сейчас iPhone и чем он был набит тогда, ну как-то железом это трудно называть, но кремний там другой. Помнишь, в какой-то момент вышел LiDAR, вышел, по-моему, как раз тоже iPhone, в какой-то момент с LiDAR, мы все там обсуждали, что вообще с этим делать, будут ли там какие-то жестовые интерфейсы или не будут, и в итоге эти самые жестовые интерфейсы не взлетели. Но кажется, что какие-то наработки, которые они оттуда вытащили, видимо, как-то были переиспользованы сейчас внутри вот такого интерфейса шлема. Наверняка и наверняка они будут его долизывать. Ну я скорее про то, что эти интерфейсы должны же в какой-то момент выйти на улицу. Я помню, ты когда-то говорил, по-моему, когда я к тебе в подкаст приходил, ты отлично рассказывал историю про умные среды, про то, что вот в какой-то момент нас будет окружать умный парк, условно говоря. Вот я все жду. Ты знаешь, а это потихонечку же происходит, причем для этого как раз это старая действительно моя идея, что вообще все эти разговоры о метавселенных не надо воспринимать как обязательно новое устройство. Но вот тут как раз Apple показал новое устройство, но я по-прежнему считаю, что в ряде случаев можно будет обходиться без него, потому что вот когда мне нужен действительно высококачественный виртуальный компонент в моем окружении, ну вот кино я хочу смотреть, такое вот трехмерное, с супер разрешением, и при этом одновременно перемещаться по квартире или перемещаться вообще там где-то в парке или еще где-нибудь за городом. И тогда мне вот этот девайс нужен. Но в куче случаев вот современный умный дом является тем самым кусочком метавселенной, в которой ты управляешь в том числе процессами развлекательными, там музыку себе просишь включить там разного качества, не знаю, девайсы себе включаешь там от робота до кондиционера, еще что-то делаешь, с Алисой треплюсь, которая там со временем потихонечку тоже умнеет. И все вот эти вот истории, они, ну я голым, короче, могу ходить и при этом иметь доступ к всему этому цифровому богатству. Ну потому что он меня слышит, если где-то есть микрофон. А всему виной проклятый Стив Джобс, который не любил стилус. Вот ведь как бывает. Ну то есть это просто очень интересная заявка. Мне кажется, что говорить, куда это зайдет, пока Apple очень хорошие экспериментаторы. Мне это очень нравится, что вот сколько лет за ними слежу. Они все время делают какие-то, вот Lidart классический пример. Попробовали, не очень взлетело, сохранили, потому что годится для некоторых приложений, но больше на этом не акцентируем внимание и, по крайней мере, от модели к модели не сильно улучшаем. А вот там качество экрана, да, долизываем. А вот качество камеры, там, да, долизываем. Поэтому я думаю, что вот история, там же еще у них история со звуком потрясающая. Все, опять же, кто вот тут, все единодушны, там, как обычно среди тех, кто пробовал эти самые Vision Pro, есть скептики, есть люди, которые в восторге, но единодушно все отвечают, что такого пространственного звука они ни от каких профессиональных наушников еще не видели, не слышали. Вот, то есть смотри, а это же тоже для нас важно. Ты же вот хорошо знаешь, что вот даже при плохой картинке в том же самом VR, если у тебя вдруг за ухом, там, за спиной раздался всклик, ты дергаешься, оборачиваешься. Дать супер качественное аудиосопровождение такое же пространственное, как вот богатство многоэкранных интерфейсов и прочих прелестей, это тоже очень круто. То есть они, видишь, они вот действительно сенсорно как-то пытаются очень поэпловски это сделать красиво. И при этом все свои, они все-таки умеют играть в машинное обучение, все свои таланты в области машинного обучения бросить не на что-то генеративное, а на вот все эти предиктивные модели, которые по движению твоих глаз предчувствуют, что ты сейчас хочешь сделать. Угу, меня очень поразила эта история. Я читал длинный тред парня, который у него как раз работал ML-щиком, который вот как раз участвовал в разработке этой фичи, и там очень интересно, потому что глаза же дергаются, то есть есть непроизвольные сакады, которые рефлекторно происходят. То есть глаз дергается справа-влево, и, значит, оказывается, можно действительно обучить модельку, которая может различать, когда глаз дернулся куда-то осознанно и когда он дернулся на рефлекторном уровне. И это, конечно, довольно удивительно, потому что, ну, никто не ожидал, честно говоря. Потому что эти сакады люди, которые нейробиологией занимаются, исследовали, ну, там, лет 30, и, ну, вот и ныне там. Почему они дергаются, куда, чего, вот это все. Ну, слушай, ну, тебе, как человеку, уже занимающимся всяким машинным обучением много лет, ну, что, правда удивительно, что если взяться и захотеть очень сильно чему-то научить модель, то ты ее таки научишь? Нет, это, в общем, примерно всегда везде так происходит. Удивительно, что это произошло так поздно, я бы сказал, да. То есть вот эту механику сакад там в какой-то момент, насколько я понимаю, как дисклеймер, я не нейробиолог, и послушайте какого-нибудь нейробиолога, который в этом понимает, но, как я понимаю, вот змеи не видят неподвижные объекты, потому что у них еще нет рефлекторного механизма сакадного движения глаз. То есть глаз рептилий так не дергается, а, значит, наш нейрокортекс так устроен, что движение он регистрирует, а недвижения нет. И позже эволюция, вместо того, чтобы эволюционировать нейрокортекс, придумала дергать глазом. И тогда, как бы, картинка обрабатывается целиком. А это инструментально очень эффективно. Там же еще сакадные движения нужны для того, чтобы ты имел эффективное супервысокое разрешение без, на самом деле, такого равномерно высокого разрешения по всей сетчатке. Да-да, потому что сетчатка очень плохая оптическая система, да. Да-да-да, поэтому вот еще компенсация того, что ты не можешь, на самом деле, по всему своему широкому полю зрения видеть так четко, как ты видишь в центре, но то, что тебе кажется, что ты видишь, во многом это сакады, потому что у тебя не то, что вот одна точная узенькая область, где ты все видишь, а рядом букву не можешь прочесть. Нет, сакады спасают. Ну да, и как известно, все, что нам кажется, мы видим, на самом деле мы видим рендер собственного мозга, который мы сами себе показываем. Во, 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 да, вот про это у тебя совершенно великолепный подкаст был, потому что действительно как-то люди, которые утверждают, что я же вижу объективную реальность, ну плохо знакомы с физиологией человеческой и вообще любого организма. Я в какой-то момент натолкнулся на статью, которую до сих пор я не могу осознать. Есть статья ребят, которые занимаются эволюционной биологией, которые показывают, что эволюционные механизмы так устроены, что если у нас есть некоторая объективная наблюдаемая величина и есть воспринимаемая величина, то задачей эволюции не является максимизация правдоподобия так, чтобы твоя модель попадала в объективную реальность. Задачей эволюции является максимизация выживания и ничего больше. И можно показать, что есть очень много режимов эволюционной системы, когда как бы выживание максимизируется вообще не там, где максимизируется правдоподобие. То есть наше восприятие с реальностью вообще, строго говоря, может быть никак не связано, ну там очень опосредованно, только в той мере, в которой нам нужно воспринимать реальность, чтобы не помереть раньше времени. И все. Это, конечно, такая простая мысль, но когда я с ней первый раз столкнулся, я не знаю, я месяц ходил под впечатлением и до сих пор, честно говоря, не знаю, какие практические выводы из этого можно сделать. Слушай, ну и вокруг этого вся как бы модель современных медиа и вся модель маркетинга устроена, потому что частный случай того, о чем ты говоришь, это гораздо большее внимание и лучшая запоминаемость того, что представляет потенциальную угрозу. Да, 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 это классично. Потому что если тебя кормить только хорошими новостями, они будут пролетать мимо. Ну, ну, хорошее, но мне-то что с этого. Да, это в английском есть слово fear mongering, как в русском правильно назвать, я не знаю, но это оно, да, конечно. И это создает у людей кучу проблем. Давай про это сейчас не будем. Я хотел, раз уже слово лидар прозвучало, двинуться в следующую штуку, где тоже как-то вот-вот кажется, что-то случится, но пока не так быстро, как хотелось бы. Это самодвижущиеся колесницы. Значит, тоже машинное обучение. Довольно там последние пару лет мы видели много каких-то таких запусков в ограниченной какой-то среде. Меды, но верно, они выходят на улицы, как я понимаю, там Яндекс тестируется на каких-то живых улицах. И вот был, по-моему, год назад был запуск в одном из даже районов Москвы такси. Фу, ну, нам по-прежнему в Москве не разрешают без совсем водителя. Он может сидеть ручки на коленях, но он должен присутствовать на водительском кресле. А вот как раз в совсем ограниченных территориях, типа Иннополиса, там разрешают кататься на машинке вообще, в которой нет инженера-испытателя. Ну, и что касается как раз других стран, то не только Штаты. В Штатах там очень много сейчас уже тестовых площадок по разным городам. Но здесь опять, кстати, Китай впереди планеты всей. У них в городах классы Шанхая и Пекина есть такие зоны. А в Шанхае не был, в Пекине был. Вот я бы не хотел там водить машину. Ну, и не надо будет скоро. Ну, вот да, как кажется, без этого обойдемся. Но, то есть, вот с беспилотными повозками, ну, есть ощутимый прогресс, правда. Как тебе кажется, будет происходить? На какие рынки, в каком порядке это будет выходить? То есть, кажется, что здесь вот уже близко выход на рынки, когда действительно будет индустрия менять. И вот как тебе кажется, где это будет? То есть, раньше, как я понимаю, есть несколько сценариев, которые только я слышал. Кто-то говорит, значит, про вот это хайв-майнд автомобилей. Но как его сделать, когда есть люди и алгоритмы одновременно на дороге, непонятно. Есть история про то, что давайте сначала беспилотниками сделаем грузовики. Ну, то есть, вот какой, как тебе кажется, из сценариев более вероятный? Вот ты знаешь, я как раз сторонник сценариев с грузовиками. И даже у меня же есть еще одна такая личина смешная. Я это клубнист российского Форбса. Я там уже года три, наверное, раз в месяц какие-то колонки публикую. И когда я года два назад там написал, что мы гораздо раньше увидим на трассе М-11, там, Москва-Питер. То есть, а нет, я даже придумал формулировку, все вспомнил, что я гораздо раньше буду обгонять беспилотные фуры на трассе Москва-Питер, чем смогу прокатиться по этой же трассе в беспилотном авто. И я вот в это искренне верю, потому что, ну, куча задач, которые составляют, ну, знаешь, как обычно, вот есть там 90% того, что ты решаешь, относительно нормальными усилиями, а вот последние 10, там экспоненциально растут затраты времени, усилий, вычислительных мощностей всего на свете. Вот огромное количество таких задач связано как раз с особенностями движения легкового автомобиля в городе. Потому что это всякие совершенно непредсказуемые пешеходы, выбегающие на дорогу, дети. Это очень тяжелый, иногда предельно плотный трафик. Ну, в общем, там много проблем, которые на большой длинной трассе, причем еще хорошей трассе, которая почти не идет или вообще не идет через населенные пункты, ну, просто отсутствуют. А почему тогда нет запусков в духе, там, вот, не знаю, есть какая-то док-станция на подъезде к крупному мегаполису, есть док-станция на подъезде к другому мегаполису, и вот одной док-станции за другой грузовик едет самостоятельно, а там уже его встречает водитель и паркует, так называется. А сейчас пытаются в другой, просто это, ну, избыточная сущность такая док-станция, потому что на подъезде к мегаполису есть логистические центры, никто логистические центры в городах уже давно не строит, их давно размещают где-то либо на крупных магистралях, либо зачастую на пересечении, вблизи пересечения крупных магистралей, что у нас, что в Штатах, что в Китае, и поэтому как раз там это автоматически решается, что беспилотные грузовики рассматривают не для того, чтобы как раз в городе разводить продукты, а для того, чтобы между логистическими центрами, вот, дальнобойщики то, что выполняют, выполняют в автономном режиме, и это тоже в мире вовсю развивается, и здесь, я думаю, гораздо быстрее будет происходить замещение флота. Ну, во-первых, этот флот, он не содержит такого количества частников, как автотранспорт, ну, легковой автотранспорт, во-вторых, там гораздо проще все с вопросами ответственности, потому что еще раз, когда у тебя в машине живой пассажир, там просто вопросы безопасности, ну, сильно не так выглядят, как для грузовика на междугородной трассе. И главное, что во всем мире есть серьезная проблема в Штатах, кстати, она больше всего, потому что Штаты вообще-то, ты же знаешь наверняка, слушатели, я думаю, знают, но напомню, что в Штатах большая часть перевозок внутри страны автотранспортом, не железной дорогой, там не самолетами, а большая часть внутреннего всего трафика грузов – это автодороги. И то, что у них сейчас, ну, немножко немодной становится профессия этого самого тракера, человека, который возит дальнобойные грузовики, это, ну, реально катастрофа. Потому что, вот, если это начнет вставать, не будет хватать водителей, нет, понятно, там поднимут зарплату, есть механизмы экономические, чтобы все-таки не встали грузоперевозки, но это реально большая проблема. И поэтому, и вроде не видно, чтобы дальше вдруг эта профессия стала там модной, любимой и имела большие перспективы. Поэтому история, при которой есть шанс, что потихоньку людей из этой профессии можно будет вымывать, во-первых, полностью лишена вот того ореола, ах, бедные таксисты, куда же они пойдут безработные, тут их вот самобеглые повозки заменят. А тут, ну, поколение людей. Господи, дайте нам самобелый грузовик, пожалуйста. Поколение людей, выросших на сериале дальнобойщики, тут с тобой не согласятся, скажут, а как же романтика дальнего боя, вот это все. Ну, понятно. Кстати, в Америке тоже, мне кажется, те тракеры, как те, что выживают, те до старости живут. То есть те водители траков, которые делают это всю жизнь, у них есть, конечно, профессиональная гордость за то, что они делают и так далее. Слушай, я хотел спросить еще про два сегмента. А вот сельское хозяйство и транспортировки по воде в этом месте как бы, то есть, ну, грузовые перевозки, когда вот этот танкер там где-то застрял в заливе, его мы все помним, как каким-то ковшом оттолкнуть пытались. А, в канале он застрял, да. В канале, в канале, точно, точно, да. В Суэцком канале и все перекрыл. Вот, казалось бы, там, да, вот морской транспорт и разного рода агротехника, всякие комбайны и так далее. Там как дела с внедрениями сейчас обстоят? Слушай, вот я плохо знаю, как дела с внедрениями, потому что, ну, это немножко в стороне отрасли. От того, что я читаю, но из того, что попадается на глаза просто в новостях, в новостных лентах, там довольно живенько. То есть, там есть та же самая проблема, что вот внутри очень плотной какой-то области, ну, вот там тот же самый Суэцкий канал или какая-нибудь очень набитая всем гавань, там, морской порт, еще что-то, там даже те места, где еще обязательно помимо капитана корабля присутствует лоцман, который знает специфику данного места. Вот там пока кажется все немножечко напряженно. Но в открытом море все гораздо лучше. И в открытом море вроде вовсю тестируются разные варианты. Уже есть там успешные проходы вокруг Африки, по-моему, еще где-то. Так что там, я думаю, все тоже потихонечку будет меняться. Но просто там это как-то не вызывает такого ажиотажа, потому что, ну, много ты видишь этих самых кораблей, которые идут в открытом море там через океан. Ты это не заметишь. А когда тут стоишь на перекрестке, а мимо тебя проезжает машина в кабине, которой никого нет, у тебя как-то внутри екает. Слушай, ну я-то как раз, у меня немного другая позиция. Во-первых, я как это из семьи потомственных моряков, ну, у меня дед ходил на ледоколе, и я поэтому как бы морскую романтику очень люблю. Во-вторых, я-то понимаю, что в отличие от штатов, которые вся внутренняя логистика на автомобилях, вся мировая эта логистика как раз на кораблях. И как большой фанат глобальной торговли, я-то как раз жду, когда кораблики окажутся еще дешевле, потому что это будет означать доступность, еще большую доступность каких-то товаров в рамках глобальной торговли, когда как бы вот кросс-региональная торговля станет еще проще. Я, правда, не смотрел экономику этого дела, поэтому не могу ничего прокомментировать, поэтому я не уверен, что там, честно говоря, расходы на команду настолько велики в цене глобальных морских перевозок. Ну, мне кажется, что довольно большие, но я не знаю, надо тоже смотреть, но скорее тут мысль просто в том, что у тебя, в принципе, как я понимаю, сейчас дело же не только в расходах на команду, дело еще и в самой организации логистических цепочек. Ну, то есть, грубо говоря, тебе нужно заходить в несколько портов по дороге, чтобы там, не знаю, запасы еды пополнять, что-нибудь еще. Ну, то есть там какая-то все должно, по идее, сильно соптимизироваться именно в планетарном масштабе, если это случится. Слушай, ну, там все потихоньку оптимизируется, потому что я хорошо знаю, что всякие как раз транспортные задачи и заход в разные порта и там правильная расстановка контейнеров в портах, чтобы максимально сократить время погрузки этих контейнеров на корабль и еще какие-то именно логистические задачки, они все время сейчас разными математическими методами, системами управления трекинга, которые появились для всех этих грузов, они все время оптимизируются. Поэтому я думаю, что как раз вот это действительно не очень попадается на глаза, но с точки зрения мировой торговли улучшения будут достаточно быстрые, потому что там вот история с логистикой, особенно история с, как это правильно называется, с перевалкой грузов, там, с кораблями на землю и так далее. Да, да, да. Исторических. Да, и там много исторических данных, и там, в общем, ну, оптимизация даже без изменений таких фундаментальных, типа устраним людей из этого процесса, а просто оптимизация на данных, что люди-то выполняют функцию, но только команды они получают, что именно сейчас грузить от уже хорошего алгоритма, это в полный рост идет. Следующее, наверное, такое большое направление, про которое хочется поговорить, это всякие штуки вокруг, как это, суперкомпьютинга и вообще демократизации вычислительных мощностей, да, то есть тоже сейчас вроде недавно сравнительно AMD наконец-то сказала, что они пойдут конкурировать с NVIDIA в карточках. Все как бы периодически обсуждают, что будет с рынком чипов, ежели, не дай бог, что-то случится с Тайванем, все каучу денег в чипы начинают вкладывать везде. Вот что вообще происходит с суперкомпьютингом? Вот у нас есть этот известный закон Мура про удвоение вычислительных мощностей за какой-то период времени, сколько бы всякие люди не пророчили, что он кончится, все, он пока не кончается. Что ты про это думаешь, будем ли мы и дальше наслаждаться все большим и большим компьютером и зачем тут важно смотреть вообще в этом суперкомпьютинге в мировом масштабе? Ой, ты знаешь, у меня такой дежурный ответ, когда спрашивают, зачем важно смотреть, за Китаем. Ага, так. Потому что мне кажется, что вот сейчас будет очень интересная история, связанная с тем, что как раз, собственно, это официальная, вполне озвученная позиция штатовской администрации, что давайте-ка мы не дадим ресурсы для полноценного развития суперкомпьютинга в Китае, в первую очередь регулируя поставку туда либо готовых плат, либо процессоров, либо технологий для создания этих процессоров, которые пока все-таки в основном живут за пределами материкового Китая. И понятно, что китайцев это сильно не радует. Они там чего-чего... Слушай, я только сегодня читал прекрасную там Кайфули, если ты помнишь, такого человека, который вот написал книжку, которая в переводе на русский называется «Сверхдержава искусственного интеллекта», только что объявил, что он запускает там стартап по созданию с нуля очередной большой языковой модели, как раз вот с учетом всего того, что в этой области наварилось за последние полгода, но вот давайте теперь можем что-то запустить с нуля, а не просто все время подстраивать под новинки уже имеющиеся. И там на фоне этого сказана такая скромная цифра, что Китай, ощущая, что вот нужно развивать свою индустрию, ну потому что ко многому не пускают. Только что, опять же, ограничение, которое на днях объявлено, что китайским компаниям будет запрещено использовать вычислительные мощности в Штатах, Амазонах и других облаков, где есть высокопроизводительные графические карты. Ну и ребята, кажется, поняли, что вот тут их загнали в положение, они, в общем, туда не рвались, что им придется создавать что-то такое свое суверенное. И это за один год не создашь, но опыт учит, что у них с упрямством все хорошо и с готовностью решать задачи на протяжении не полугода, а там трех-пяти лет, тоже все отлично. Мне очень интересно, и поставленные в положение, когда они сейчас вынуждены будут придумывать что-то свое, что они напридумают. А насколько осмысленна вообще вот эта гонка суперкомпьютинга на фоне истории про квантовый компьютинг. То есть вот все говорят, вот чаще сейчас мы сделаем квантовый компьютинг, и тут вообще компьютер перестанет быть проблемой, все вообще, мир поменяется. А тут какое-то такое экстенсивное развитие. Давайте, значит, еще больше каких-нибудь там флопсов уже не знаю, какие представки не представлять. Я не знаю, насколько ты обсуждал. Вот мне, кстати, не попадалось. У тебя были в подкасте какие-то ребята из квантового компьютера? Да, у меня был Вася Варюк, который в стартапе финском занимается. Собственно, они делают, обучающие квантовые компьютеры, они делают квантовые компьютеры для того, чтобы люди в университетах, лабораториях могли с ними экспериментировать. И Леша Федоров из Российского Квантового Центра тоже рассказывал. У нас было несколько эпизодов про квантовый компьютинг, да. Ну вот тогда я не знаю, как они говорили тебе, но я с ребятами тоже из российского этого квантового центра разговаривал. И у меня сложилось ощущение, что они не готовы сейчас к тому, чтобы объявить, что квантовый компьютер, даже когда там у него будет нужное число кубитов, будет годиться для абсолютно всех вычислений. Говорят, есть классы задач, где он безусловно даст колоссальный прорыв. И это не только криптография, это все истории, связанные, грубо говоря, с квантовыми средами. Квантовые среды – это в первую очередь молекулы. То есть вот поэтому всякие истории, опять же, с там складыванием белков и так далее. То есть всякая химическая информатика, биоинформатика. Да, 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 совершенно точно. Вот там может оказаться, что это по сравнению с традиционными вычислительными моделями прорыв просто на порядке. А вот в решении стандартных задач, в том числе вот перемножения и матриц, да не факт. То есть там, говорит, наверное, появятся какие-то свои новые модели. Но их еще даже не начали придумывать. Поэтому вот что заменит архитектуру тех или иных нейросетей, на которых строится вот вся история, которая сейчас сопровождает хайп, ну не сопровождает, является подложкой этого хайпа на самом деле вокруг искусственного интеллекта. Вот это все так или иначе разные архитектуры нейросетевые. Сейчас нет, вот по крайней мере из моих разговоров, ощущение, что сейчас нет представления, как такие задачи решать, как такие модели создавать для квантового компьютера. Когда-то это, наверное, появится, но это же тоже процесс. Сначала появятся эти компьютеры, они будут не всем доступны, на них будут решаться какие-то задачи, для которых понятно, что они гораздо лучше. Потом кто-то придумает какой-то нейросетевой алгоритм для квантового компьютера, и он начнет развиваться. Но когда это случится, ну ты же знаешь, такие вещи непрогнозируемы. Слушай, а кстати, вот раз мы заговорили тоже химия-биология, вот в этом месте случилась пандемия, все внезапно схватились, что мы лекарства быстро делать не умеем, тестировать их не умеем, никто теорию вероятности не знает. Ну вот это все мы прям, я помню, записывали с тобой. Да вообще статистику очень плохо знают в мире, ты знаешь, вот опыт показывается. О да, я преподаю студентам, я так люблю, я вам говорю, вот скажите, вот вы, к примеру, сдали анализ, у которого точность 90%, и вам говорят, что вы болеете. Что вы будете делать дальше? И люди просто. Напьюсь с горя. Сыпятся. Да, что такое специфичность, это вообще просто новое, новое слово в глазах людей, что у тестов бывают такие вещи, как не только точность, но и какие-то еще другие параметры. Ну, в общем, случилась пандемия, и кажется, что там тот же самый Джобс, не к ночь упомянутый, из которого мы начинали разговор, говорил, что 21-й это век, это будет век биотехнологий. Да, и в общем, все вроде осознали, что действительно что-то надо с биотехнологиями делать. Вот, что здесь интересного, как тебе кажется, происходит, кроме того, что, в общем, все следят с интересом после документалки, в очередной раз все вспомнили про Элизабет Холмс и про то, как она всех обманула с тем, что можно, значит, кровь будет не сдавать. Как тебе кажется, какие здесь есть интересные, вот такие, не знаю, большие направления, которые, может быть, из-за AI-хайпа меньше видны, но там чего-то может происходить или произошло уже, может быть? А вот не знаю. Понимаешь, что там есть одно направление, которое кажется очень интересным, оно, кстати, опять же заставляет вспомнить Apple. Это направление все большего использования, в том числе и за счет методов машинного обучения, тех данных, которые можно собрать не специфичными, а пользовательскими носимыми устройствами, ну вот, а-ля вот такое. И это история, которая действительно про массовую диагностику, не от чекапа к чекапу, а практически в реальном времени. И это, наверное, штука, которые потихоньку наращиваются, потому что, во-первых, не только эпловые часы люди носят, во-вторых, это уже могут быть не только часы, это могут быть какие-то более специфические датчики, там, те же кольца эти оуровские носят же люди. В общем, история про то, что постоянный мониторинг хотя бы базовых физиологических показателей организма худо-бедно, но становится распространенной массовой практикой, наверное, в общем, позволит как-то раньше перехватывать болезни. Я помню, Саша Лариновский... Она, может, не такая наглядная, но как-то... Пару лет назад Саша Лариновский рассказывал, что вот, значит, он увидел этот умный детектор сахара в крови, который, значит, две недели на себе можно носить, он потом скисает, но две недели по блютузу он, значит, рассказывает тебе после каждого приема пищи, что у тебя сахар. За две недели ты перестраиваешь свое поведение, совершенно точно. Я сейчас там Светка Перегулина таким же тоже восхищается, еще несколько человек. То есть, да, вот такие вот девайсы, мне кажется, очень важны, потому что одно дело какие-то вот такие прорывы, которые пока очень для немассовых случаев, ну, Нейрлинг, казалось бы, Нейрлинг, и второй стартап, который, в отличие от Нейрлинг, уже ведет клинические испытания, все время забываю, как он называется, он меньше на слуху, хотя он технологически сильно более продвинутый. И да, люди с тяжелыми параличами, люди с полной невозможностью общаться с окружающим миром имеют шанс такую возможность себе вернуть. Это офигенно круто, но с другой стороны, если мы сможем, там, не знаю, мы, в смысле, люди вообще, на 10% уменьшить смертность от инфаркта, это как-то другой эффект для человечества будет. Хотя для этого не факт, что нужно разрабатывать что-то столь же сложное, сколько Нейрлинг. В этом направлении есть такой интересный пример, я помню, у нас был выпуск про генетику, и Маша Шутова, по-моему, рассказывала, что, или Ватик Никулин, в Исландии, в общем, секвенировали всех и сделали приложение, чтобы, не дай бог, интербридинг не случился, потому что в Исландии высокий процент интербридинга, и у них есть дейтинг-приложение для того, чтобы проверить, что девушка, с которой ты познакомился в баре, не твоя родственница. Слушай, вот это 5 баллов, это сугубо исландская проблема, но я их понимаю. Да, да, да. Остров маленький у них, когда я туда ездил, у них такая шутка, она говорит, вот знаете, сейчас в Исландии живет 300 тысяч человек, а за всю историю Исландии по разным подсчетам диографов здесь жило 500 тысяч человек. И наша задача на 21 век сделать так, чтобы количество живых исландцев равнялось количеству мертвых. Вот, значит, мы надеемся, что в 21 веке у нас сравняются величин. Такая вот у них амбициозная была задача. Не знаю, получится или нет, но да, забавно. А еще, кстати, по поводу, вот есть примеры Атласа, то есть вот эта генетическая медицина, да, насколько вообще, ну или там 23НМИ, кажется, что в какой-то момент был очень большой всплеск интереса к этой истории, но сейчас, я не знаю, мое субъективное ощущение, что она как будто бы застопорилась. Так ли это или нет, и там, почему, как тебе кажется, вот не случилось этой повальной диспансеризации? В моем окружении как-то все вот эти вот истории с 23НМИ, они гораздо больше про выяснение своих корней, как-то это сказать, этнический комплект, который во мне содержится и так далее, а не про медицинские аспекты. То есть там, безусловно, люди на это тоже смотрят, но как-то основным мотиватором, а вот давайте-ка я плюну в эту пробирку, до сих пор вроде является, давайте узнаем, сколько во мне еврейской крови, а сколько еще какой другой, и ух ты, как интересно, откуда во мне взялась такая-то. То есть мне кажется, что это все-таки не совсем из разряда медицинских, ну что ли, применений. Я помню, что у меня, по-моему, я Атлас в какой-то момент делал, и меня, конечно, очень расстроило, что они, среди прочего делают, не знаю, насколько научным можно считать этот результат, но они делают анализ способностей, сравнивая, значит, тебя с медианой. Дескать, вот у них есть медиана, и давайте сравним. И мне прилетела анализ числовой текстовой информации, добросовестность, математические способности, предпринимательство и рискованность. И я такой, блин, а как бы я думал, я учился математике, все вот это, я думал, что столько лет цифровые последовательности учился анализировать. А оказывается, в общем, просто спасибо маме и папе и понеслась. Прям был очень тоже неожиданный опыт. Хотя я надеюсь, что это псевдонаука и все. Ну и вообще сочетание как бы чего-то врожденного и потом благоприобретенного, оно всегда дает в итоге хороший результат, чем когда одной из компонентов не хватает. А еще, кстати, на стыке нейроинтерфейсов и биологии, вот бионика и всякие штуки про робототехнику, не знаю, дополнительные конечности и вот это все, там ждать, когда вот уже можно будет еще две руки надеть? Я причем не говорю про то, чтобы лишнюю руку сделать, а еще две просто, чтобы... Тут недавно показывали, там целых шесть, по-моему, можно надеть уже и такой процессор. Я не шучу, выглядит немножко жутковато, хотя это вполне научная документальная съемка. Слушай, на самом деле вот Vision Pro это бионический девайс-то по большому счету. Почему? Ну потому что со всем тем, что он с тебя считывает и что тебе показывает, он в общем вполне себе является расширением твоих возможностей. Потому что ты можешь вот теперь управлять даже неосознанно глазами так же, как ты можешь неосознанно управлять лишним пальцем на руке. Я все время в восторге от этого эксперимента. Он несколько раз повторялся. К сожалению, не помню его авторов, но я не знаю, может даже у тебя кто-то рассказывал, насколько пластичный у нас мозг, что если сделать лишний палец, движение которого даже не требует внедрения чего-то. Вот тебе на руке сделают механический пальчик лишний, а управляешь, что им просто шевеля большим пальцем ноги. Эти данные легко считываются. И вначале это все сложно, непонятно, а потом там через две недели просто вот съемка человека, который там держит как-то предметы так, как нормальному человеку в голову. Автоматизм использует шестой палец на руке, вырабатывается буквально за две недели, делает жизнь офигенно комфортной. И потом, когда это снимает, опять же, через несколько дней он перестраивается обратно. Для меня это интересно не самим интерфейсным подходом, а тем, что мозг очень пластичной штукой. Вот на таком эксперименте было показано, что скорее всего, если тебе приделают вот такую третью руку, то там после месяца не очень напряженных тренировок ты будешь ее… или там еще лучше хвост. Я вот на самом деле хотел бы иметь хвост для ряда задачу, по-моему, это было бы прикольнее, чем третья рука. Ты начнешь управлять хвостом лучше, чем там, не знаю, гепард, который себя стабилизирует хвостом, когда бежит. Мозг оказывается вот таким… причем ты же понимаешь, что каких-то эволюционных механизмов, которые позволяют вспомнить, как мы вели себя с шестью пальцами, у тебя нету. Да-да, понятно. Это именно пластичность, а не пробуждение какой-то там древней памяти. Я видел пример, когда в каком-то племени африканском они обнаружили, что у них нет понятия право и лево, а есть только понятие на восток, на запад, на юг и на север. То есть они не говорят, пойдем вперед, они говорят, пошли на северо-восток. И другой такой, ну пошли. И они как бы в каждый момент времени понимают, где северо-восток. И когда антропологи на это натолкнулись, они попробовали сделать такое устройство, они вешали ремень, на котором было несколько моторчиков. Ну вот они, ремень, который по периметру обвешан моторчиками. И оказывается, что да, если в течение недели моторчик на север периодически, с каким-то периодичностью вибрирует, то через некоторое время можно снять ремень и ты знаешь, где север. Слушай, вот это вообще великолепно, это я не слышал. Но это из этой же серии. Это из этой же серии, что в этом месте вот человеку дать возможность поуправлять личной конечностью или вот какие-то вот такую вот сенсорику, чувствовать стороны света без там обнюхивая, с какой стороны ствола растет мох, как нас когда-то в школе учили. О, да. Оно само вырабатывается. То есть в этом смысле я думаю, что кейса нет, понимаешь, вот такого, чтобы люди массово хотели себе для чего-то третью руку. Не знаю, я когда готовлю прям регулярно, мне бы не помешали лишние руки. Вот я не понимаю. Если бы был удобный интерфейс, чтобы можно было через некоторое время, чтобы их было четыре, блин, реально круто. Ну вот мы сейчас с тобой разговариваем, там, не знаю, надо чай попить и громкость покрутить и как бы около микрофона остаться. Ну, короче, есть чем заняться, реально. Я не понимаю, почему люди как бы не думают в эту сторону. Ну ладно, возможно, я не репрезентативен. Хорошо. И давай под занавес, вот мы на самое сладкое, как бы вот генеративные модели, какая-то просто гонка вооружений со всех сторон вокруг, значит, того, что о боже мой, смотрите, роботы умеют, как это, человеческими буквами нам отвечать. Что ты про это думаешь и как тебе кажется, насколько много здесь каких-то будет найдено индустриальных применений после того, как какой-то ажиотаж и удивление которые я испытал это удивление в шестнадцатом году, когда мы с Лёшей Тихоновым нейронную оборону сделали, а люди сейчас испытывают коллективно всей планеты. И, соответственно, я как бы на это смотрю, ну, прикольно. Но вопрос, что произойдет после того, как это удивление спадет, как тебе кажется, насколько сильно это какие-то вот индустриальные направления или кейсы поменяет? Ну, слушай, мне очень нравится вот эта вот концепция второго пилота, который с точки зрения маркетинга прекрасно совершенно, не знаю уж, придумали, адаптировали ребята из Microsoft, потому что действительно история вот такого помощника, который ты можешь что-то раздавать, помощника довольно всестороннего, сейчас специально говорю все на примере Microsoft, просто потому что у них это понятно, как встраивается в их экосистему, хотя оно точно так же будет и в Google со всеми их приложениями и в куче других мест, но просто вот вполне понятно, что там, не знаю, о, у меня изменился просто обычный workflow в тех местах, где я вот срочно должен приготовить какую-нибудь презентажку. Вот я теперь не готовлю презентажку в режиме, что у меня второе окно, ну, помимо там PowerPoint, в котором я ее привычно делаю, открыто еще окно браузера, где я там ищу какие-то картиночки, или там по фотостокам шарюсь, или просто поиском в интернете, а у меня теперь открыта вот локальная копия этого самого Stable Diffusion, который прямо на компе бегает, и пока я со слайдом вожусь всего текстовой стороной, у меня под концепцию этого слайда генерятся картиночки, которые, нет, ну для большой презентации я, конечно, попрошу наших дизайнеров, которые были в корпоративном стиле, с удолженным чувством юмора и так далее. Но когда это вот такая проходная презентация, которую надо просто показать, и все-таки, чтобы были не одни слова на экране, мне поиск по интернету вот прекрасно заменили эти генеративные штуки. Понимаю, что частности... Сейчас еще даже целая приложенька для, ну и не одна, на самом деле, для генеративных презентаций. То есть есть, допустим, TommyUp, это стартап, который как раз как бы сразу же для генеративной версточки презентаций. Меня в этом месте, смотри, гораздо больше занимает другой сценарий. Вот смотри, вернемся к тому, с чего мы начинали сегодняшнюю беседу, к Vision Pro. Vision Pro это, в общем, довольно мощная с точки зрения вычислительной их способности, железяка. Еще через пару лет, в общем, опыт показывает, что какое-то хорошее, по-настоящему устойчивое решение появляется даже не в первой итерации, ну, если текущую считать нулевой, а во второй, в третий. Тот же iPhone по-настоящему стал хорошим iPhone, когда он был 3G, а не первый iPhone. И вот, соответственно, это выйдет с их периодом повторяемости, там года через два, года через два у них будет в том числе и другая начинка, потому что они там, слава Богу, свой процессорный ряд расширяют. Как я понимаю, тут поправь меня, ты, конечно, эксперт, а я по наслышке все слышу, история с дистилляцией моделей тоже очень-очень бурно развивается. Вот частный случай, что там Stable Diffusion бегает не где-то на кластере из кучи видеокарты, а у меня на моем компе. Да, он там, ну, достаточно мощный, сколько-то там, 16 что ли ядер графики есть, но, в общем, смотри, это бытовая машинка, в общем. И машинка, которая обеспечивает графику в том же Vision Pro, там тоже с ядрами все будет хорошо. И с сопроцессором для обработки каких-то нейросетей тоже все будет хорошо. И вот смотри, как интересно. Ты же сейчас, когда разговариваешь с каким-нибудь чатом GPT или там еще с какой-то такой штукой, он же тебе заменяет в том числе Google. Ну, в каком смысле? Ты вот задать какие-то вопросы и забыли на секундочку о возможности галлюцинироваться. Вопросы задаешь такие, что там не требуется там цифровая точность чего-то. И ты получаешь ответы. Теперь представь себе, что у тебя появляется девайс, который в автономном режиме способен все это держать в себе. Потому что в нем будет жить такая большая языковая модель, такая большая диффузионная модель, еще какая-то модель через три года. Понимаешь, мне вот это страшно интересно, потому что все-таки мир до этого развивался во многом в модели этих тонких клиентов. Что у нас все главное происходит в облаках. Да-да, нет. Но это Apple как раз вот эту линию проводил очень долго. Именно эту линию на то, что все, он девайс, он девайс, он девайс на устройстве и ничего больше. Ну, теперь вот представь себе, что у тебя за счет возможности, которые тебе открывает сейчас, ты по-другому взаимодействуешь просто с информацией вокруг себя, общаясь там с чатом GPT или общаясь там, не знаю, с Bing в режиме чата. Там у него есть такой прекрасный режим, я им больше, чем чисто чатом GPT пользуюсь, или там с Алисами, еще с кем-то, в общем, и они быстро развиваются. Вот представь себе, я просто пытаюсь прикинуть, что окажется, что вот этот весь мир богатой информацией вокруг тебя, он у тебя в автономном устройстве. Генеративная графика в этом устройстве, ну, может быть, не через три, а через там четыре года. Слушай, вот придумай мне какой-нибудь мультик про кота и лису, такой веселенький, расслабиться хочу, и покажи. И, видите, его на лету генерит. И показывает. И все это без... И все это он девайс. То есть, понимаешь, мне вот в этом месте очень интересно, к чему приведет, то есть, еще раз, я дилетант. Ну, и как быстро, да, то есть, еще вопрос, насколько это будет востребовано, и действительно, как быстро мы придем в ситуацию, когда это вообще все действительно может он девайс происходить. То есть, еще раз, я дилетант, ты вот гораздо точнее, знаешь, и хорошо будет, если сейчас скажешь. Вот эти истории с дистилляцией моделей, с какой-то их, с каким-то их облегчением, они уже вот как-то на пределе, или там еще непочатый край, и, в общем, шансы загнать какую-то очень большую, красивую модель в итоге на вполне себе потребительского класса девайс, ну, реальные. Ну, вот мне кажется, что, как бы, в том, что касается дистилляции, переноса всего на устройство, это да, это как раз, мне кажется, вполне реально и будет хорошо. И вот проблема как раз в нарративной части, мне кажется. Вот там удастся, как бы, что-то сделать или нет, это вопрос. Вопрос, что в промпте. Дело даже не только в промпте, дело просто, на самом деле, вот, как бы, не знаю, мне кажется, вопрос именно в том, концептуально действительно могут ли люди придумывать что-то новое, и в конечном итоге, как это, эквивалент или класс НП и П, как известно, вот в этом, как бы, вопрос. То есть, грубо говоря, если действительно любая проблема, если придумать что-то новое, не отличается, с вычислительной точки зрения, от того, чтобы сделать, как бы, рекомбинировать старое, то тогда, как бы, все будет. Если там есть какой-то секрет-сос, тогда непонятно. Слушай, вот, меня очень радует, что этот секрет-сос в современных моделях как раз связан с файн-тюнингом, да, обучением, с участием людей. Меня вот эта штука реально радует, потому что... Да-да. Ну, грубо говоря, ты же на примере того, что вот делал тогда и с нейронной обороны, и то, что вы потом там с Лешей делали, там, со Скрябином, с какими-то другими вещами, то, что потом ребята в Яндексе делали с графикой. Это же все истории, которые показывают, что если у тебя модель умеет как-то, как-то писать музыку, раскрасить под что-то интересное проще, чем просто вот изначально создавать модель, только обучая ее там на творчестве Скрябина. И в этом смысле, мне кажется, что раскрасить под хорошего рассказчика, это я отвечаю на модель, на вопрос про нарратив, раскрасить модель, которая умеет генерить какие-то тексты, но они немножко унылые, раскрасить под хорошего раскрасчика, это будет задача проще, она просто потребует правильных методов дообучения. Вот сначала надо вообще ее научить писать, пусть унылые, но какие-то все-таки удовлетворяющие основным правилам композиции произведения, ну, например, текстовые, литературные. Ну, этого добра хватает, вот этого добра сейчас хоть лопатой кушай, а вот следующий шаг почему-то не получается. Вот в этом как бы загвоздка. Слушай, ну это же не сразу получалось и с другими моделями. Вот меня очень впечатлило, как ни странно, не вот эти бурные стартапы, а то, что сделал Adobe со своим вот аутпейнтингом, то есть то, как они сумели дорисовывать несуществующие на фотографии окружения так, что оно абсолютно вот совпадает по всему там, по цвету. То есть вот это та самая история, где стиль фрагмента, который они расширяют, прекрасно уловлен и отлично воспроизведен. Поэтому я думаю, что вот здесь действительно история про то, что внедрение людей в этот процесс, это и есть тот секрет соус, который не чисто алгоритмический, то есть алгоритм и процедуры внедрения вот этой human feedback, пресловутого, это задачка техническая. Но вот правильные хьюманы, а не дешевая рабочая сила с африканского континента, они, я думаю, тут много еще интересного нам преподнесут. То есть ты веришь в то, что этот профессиональный крауд и вот это все, да, как бы следующий шаг развития краудсорсинга, когда люди с каким-то более глубоким знанием предмета помогают обучать модельки? Либо глубоким знанием предмета, либо какими-то вещами, которые вот как раз относятся к творческим характеристикам. Вот хороший писатель, он же не то, что он глубоко знает предмет писания, он может быть вообще литинститутов не кончал, просто писатель талантливый. Поэтому история с творчеством, можно ли научить такую вещь, как вот интересный рассказ и талант рассказчика перенести в сеть? Может быть и можно, ведь в конце концов долго же считалось, что Го это в первую очередь интуиция, фантазия. Ну да, вы находитесь здесь, это понятно, да, это понятно. Да, это другая архитектура, но сам по себе факт, что то, что мы называем интуицией, чувством прекрасного, и именно так там игроки Го выражаются, характеризуя позиции на доске, это гораздо менее алгоритмическая штука, чем шахматы. Сашка Крайнов об этом очень любит говорить. Но удалось же. Ну да, да, это правда. Ну что, на этой оптимистической ноте предлагаю закругляться. У нас был Андрей Сибрант, сделал обзор, чего нам ждать в следующем сезоне, и мы будем через одно. Я просто про то, что я продолжаю, несмотря на весь этот самый хайп и все остальное, оставаться тем самым, как ты же меня, по-моему, обозвал, оголтелым технооптимистом. Да-да, мы для них подкаст делаем, это правда. Технологии наши все будет, рано или поздно все будет более-менее хорошо, как известно. Ну, спасибо большое, спасибо, что нашел время. Мне кажется, отлично поговорили. Спасибо, что позвал с тобой разговаривать. Всегда прекрасно. Надо будет как-нибудь это воспроизвести очным образом, куда-нибудь доехать, долететь. Да-да. Спасибо большое, что нас смотрели. Вы можете на нас подписаться, поделиться подкастом, где хотите, или где не хотите, можете поделиться тоже. А еще, если вы нас слушаете в аудиозаписи, вы можете сходить на YouTube и подписаться на нас, потому что у YouTube алгоритмы устроены так, что их легко обмануть. И чем больше у нас будет подписчиков, тем больше у нас будет подписчиков. Вот такая простая схема. Спасибо большое. Хорошего межсезонья. Проветримся.